Добрый день! Сегодня на уроке мы познакомимся с темой, что мы слышим и произносим. Сегодня на уроке ты научишься различать речевые и неречевые звуки. Научишься составлять диалог, сделаешь вывод о звуках. Ты узнаешь о том, что мир полон звуков. Что мы слышим и произносим? Тысячи разных звуков окружают человека. Чем они различаются? Об этом мы с тобой поговорим на уроке. Послушай, как щебечут птицы. Послушай, как поет волна. Как дождь в твое окно стучится. Повсюду музыка слышна. Прислушайся, какие звуки ты слышишь вокруг себя. Разные звуки выделяй их и скорее называй. Рассмотри картинки. Какие звуки мы слышим во воле? Какие звуки мы слышим в городе? Запомни, звуки мы слышим и произносим. Я расскажу тебе, что такое диалог. Диалог – это разговор. Беседа двух людей. Сначала один говорит, а другой слушает. А потом наоборот. Подумай, что говорит Асель по телефону. Что слышит Маша. И что она отвечает Асель. Нажми на паузу и попробуй составить диалог. Мой диалог звучит так. Привет, Маша. Добрый день, Асель. Я рада слышать тебя. Как твои дела? У меня всё отлично. Хожу на танцы. Как у тебя дела? У меня тоже хорошо. Я изучаю корейский язык и свободное время читаю книги. Давай с тобой в свободное время сходим в бассейн и поплаваем. Хорошо, я согласна. До свидания, Маша. До встречи, Асель. Рассмотри картинки. Подбери нужный звук. Как плачет девочка. Как едет поезд. Как кричит ослик. Сделай вывод, какие бывают звуки. Звуки делятся на речевые и неречевые. Запомни, речевые звуки – это звуки, которые произносит человек. Все остальные звуки неречевые. Как ты думаешь, какие звуки издают различные предметы, явления природы? Будьте внимательнее. Гудит, что машина. Звенит, что будильник. Стучит, что молоток. Скрипит, что дверь. Журчит, что ручей. Шумит, что дождь. Приготовься работать с прописи. Сделай гимнастику для пальчиков. На двери висит замок. Кто его открыть бы смог? Потянули, покрутили, постучали и открыли. Звуки. Живёт на свете зверь смешной. Он фыркает и морщит нос. Он бодрый летом, спит зимой. О чём он думает вопрос? Он на игольницу похож. Зовут его колючка-ёж. Ты будешь художником сейчас? Нажми на паузу. Раскрась картинку. Выполни задание в прописи. Напиши по образцу прямую линию с закруплением внизу. Помни, ты можешь остановить видео и выполнить задание. Продолжай работать и раскрась слоников. Итак, подведём итог. На уроке ты научился различать речевые и неречевые звуки и составлять диалог. Знаешь, что звуки мы произносим и слышим. До свидания. До новых встреч.